здравствуйте сегодня я попытаюсь в этом видео седьмой части нашего фильма реконструировать но грубо события происходящие в мире перед первым ударом что такое первый удар это понятие вел алексей кунгуров рассматривая следы от ядерных взрывов на территории земного шара это событие как мы с вами ранее установили произошло где-то семидесятых годах 16 века реконструкцию мы будем проводить по следующим выводам которые я сделал из предыдущих видео первый вывод воронки возле крепостей звезд в северном причерноморье находится на дне моря значит они образовались до того как их залило водой рядом со всеми этими воронками в районе анапы тамане керчи находятся затопленные города с такими же строениями как и строение на суше строение на суше сейчас исследуется фонагрии в тамане археологами также они исследуются в анапе а в районе керчи от исследуется город акра как мы установили все наземные археологические раскопы зданий это окраины городов а удары были нанесены в центры следующая вывод 2 предметы находимые то есть археологические артефакты находимые в этих городах культурно совершенно не совпадают с предметами находимыми в московском кабаке это совершенно другая культура что еще раз говорит о том что следы потопов при черноморье что говорит о том что культура и цивилизация затопленная в причерноморье но она не только в причерноморье во всем мире как мы потом с вами выясним совершенно не совпадает с теми находками которые делаются в москве и в питере под слоем той затопленной глины 3 соленые озера в сибири появились раньше чем рядом с ними находящиеся пресноводные значит пресноводные озера появились вследствие другой катастрофы но скорее всего это следы от ядерных взрывов в позже затопленные пресной водой дождевой или грунтовой а соленые озера они остались именно после первого потопа далее вывод 4 с картин художников руинистов 18 века которые писались в средине сороковых по там чуть ли не восьмидесятые годы 18 века четко видно ту культуру античную которую из себя представляли все здания и постройки того времени и москва совершенно не вписывается в эту античную архитектуру тех зданий хотя мы прекрасно понимаем что под слоем облицовки московского кремля кирпичом скрываются белые блоки белокаменные какими была москва а также под всеми соборами которые считаются древними и сейчас их стены гладко чем-то отштукатурены находятся резные мраморные украшения вокруг окон и очень хорошо украшены фасады при реставрации очень много фотографий это видно вывод такой потоп в причерноморье и средиземноморье отличается от потопов в москве по времени и по погибшей культуре то есть там погибли разные люди причем в потопе 17 века мы теперь будем обозначать первый потоп как потоп 17 века а потоп 2 потопом 19 века так вот при потопе 17 века наименее всего пострадали территории восточной европы и русской равнины волна как мы уже раз говорили было как зонтиком рассечена скандинавскими горами и все что по меридиану на юг от скандинавских гор осталось менее тронутым также этот потоп прошел по испании горной и там много осталось целых зданий сильно он пошел по франции по италии то есть первый потоп 17 века был вызван причиной цунами от падения крупного небесного тела которая вызвала прецессионное движение оси земли чем вызывало цунами были залиты эти территории механизм потопа мы рассматривали в части 5 нашего фильма второй потоп 19 века средины 19 века был вызван чем-то другим мы его будем рассматривать в дальнейших сериях был он пресноводным и повсеместно и скорее всего огромное количество влаги выпавшей в виде огромных дождей по всему миру было связано как раз с падением водно-парового купола земли при этом потопе произошло такое явление как смывание грунта с возвышенности в низины и еще один вывод теперь мы научились с вами различать здание сооружения первого потопа и здание сооружения второго потопа то есть строительный материал используемой тартарии той старой цивилизации был каменный блок у меня возникает четкое впечатление что он был искусственным и все здания которые у нас построены из блока камня пусть даже мы назовем его природным он отличался от кирпича размерами был где-то размером 50 сантиметров на 30 кирпич сегодня имеет 25 сантиметров максимального размера а потом по половине 12 с половиной и 6 чем-то то есть кирпич появился после первого потопа и после первого потопа то цивилизация или остатки и которые начали восстанавливать жизнь они поменяли технологию строительства и видимо им стало дешевле строить здание из глины обожженной которые было много и они перестали делать эти блоки также как во многих видео вот как видя одного из исследователей действительно хорошо доказывает этот момент что шла реставрация разбитых каменных зданий кирпичом по местности где живу я это очень хорошо видно краснодар ростов это города построены видимо после первого потопа и в них только кирпичные здания у которых забросан первый этаж а вот таких городах как керчь севастополь опять видя одного из наблюдателей донецк там есть здание из вот этого вот первичного материала из большого блока назовем или искусственного или естественного песчаника очень бы хотелось узнать из чего построены здания в питере до потопные также из этого видео донецка который выложил этот блогер действительно очень хорошо видно что северное причерноморье территории новороссии это огромный промышленный район был но до первого потопа также к нему имеет отношение царь соломон сейчас я это расскажу теперь перейдем к реконструкции непосредственно рассмотрим события перед самым ударом то есть удар это применение оружия массового поражения в какой-то начавшийся видимо войне между западом и востоком того времени для оценки реальных исторических событий мы воспользуемся мы воспользуемся таким маркером мы будем разделять персонажей до потопных и после потопных то есть персонажи у нас будет будут исторически до первого потопа и после первого потопа до второго потопа и после второго потопа и так предыдущих частях нашего видео мы определили по событиям в Московии, так как она наименее пострадала от удара и потопа, штрихи мы определили остатки событий, связанных с войной в правлении Ивана Грозного. Мы знаем, что в этой войне был нанесен удар в момент правления Ивана Грозного в 70-е годы 16 века, от которого пострадало Средиземноморье, Причерноморье, Ближний Восток, территории от Поволжья и до Дальнего Востока. На территории Восточной Европы и Русской Равнины удар, как я говорил, был нанесен только по отдельным объектам инфраструктуры. В Европе то же самое, Европа была мало заселена местностью. Так вот, в наших местах, где живу я, этот удар был достаточно сильный. Были уничтожены все прибрежные города вокруг Пресноводного Черного моря с уровнем на 100 метров ниже нынешнего и были нанесены массированные удары по промышленному району Севера Причерноморья, так называемой Новороссии. Почему в правлении Ивана Грозного мы уже с вами не раз говорили. То есть в его жизнеописании, во многих исторических документах остались свидетельства уничтожения пожаром целых городов, которые якобы опричники сжигали вместе с жителями, дабы не распространиться чумея, которая тут же появилась. И также мы установили саму чуму, которая у нас возникла также по историческим данным официальной истории из пустыни Гоби распространилась по всему миру, уничтожив от двух третий до половины населения в различных регионах. То есть чума обушевала по всему миру, но основываясь на тудах Носовского-Фоменко и их выводов, мы поняли, что описываемая чума XIV века и чума XVI века это и есть одно событие. И скорее всего применение какого-то из бактериологического оружия. Также во времена Грозного начался Великий Голод, ну и все описания соответствуют послевоенному восстановлению. Теперь рассмотрим еще одну историю соседней области Тартарии, то есть Московия это была просто областью Тартарии, и Грозный был видимо губернатором. А в соседней области Тартарии, так называемой порте, можем ее назвать и Османская империя, так начала называться впоследствии, после отделения этих областей от митрополии. Сейчас она называется Турция. Современником Ивана Грозного был правитель этой порты, так называемый Сулейман Великолепный. Про него сочинено достаточно много сказок, все знают его историю с рабыней Раксаланой, на которой он женился, но было это совершенно не так. Соломон это Сулеймен, многие блогеры уже изучили этот вопрос. Женился он на, женился он видимо на какой-то дочери какого-то правителя той части Северного Причерноморья, которая называется сейчас Новороссией. Исторических документов конечно про нее уже нету, про эту область, но видимо это все, видимо вся эта территория была под его подчинением, там добывалась соль, так как атмосферное давление было еще в два раза выше или в три, тут мы ничего не можем сказать. Соль была видимо просто деликатесом, как и все пряности и на ней делались торговые, торговлю солью делались достаточно большие деньги. Видимо это было единственное место в мире, где она добывалась. Вот откуда и копит царя Соломона. А также мы знаем, что это был очень большой промышленный район по добыче металлургии, как даже из слов Ванги страна земляных нор. Была уничтожена полностью, казаки потом заселяли ее в виде уже дикого поля. Далее фото соляных шахт. Скорее всего Московия и порта Турция были достаточно зависимы от Тартарии и в них сохранялась ее культура и уклад жизни. И были они союзниками. Не воевал Грозный с Турцией, а оба правителя, что Сулейман великолепный, что Грозный, воевали с Западом. Вот здесь вот и начинается самое интересное. Почему они воевали с Западом? С Западом они воевали по причине того, что за несколько десятилетий до удара на Западе вспыхнул мятеж. Элита эрбинов начала вытеснять элиту ариев и отделяться от метрополии. Придумывая новые религии, переводя уклад жизни путем внедрения новых религий. Они пытались захватить власть и отделиться от метрополии. Почему это произошло? Из Клесова мы знаем, что в первом тысячелетии до нашей эры Р1А1 вторглость и перезаселило Европу заново. Был сначала процесс, когда Р1Б потеснил до русской равнины до Волги Р1А Ариев, то есть эрбины постеснили Ариев, а потом Арии взяли реванш и видимо та часть Европы пала под зависимость Тартарии и там был наведен порядок. Но не только Европа. Центр цивилизации эрбинов это ныне уничтоженная Северная Африка. Поэтому оба этих правителя и Иван Грозный и Сулейман Великолепный воевали с мятежной Европой и душили у себя на территориях очаги ереси, которыми видимо заражались под влиянием пятой колонны некоторые города Московии и Турции. Но оба этих губернатора, как мы их назовем, подчинялись верховному правителю Тартарии. Какая у них была иерархия, мы будем разбирать это позже. Они назывались царями, видимо царь это был по-нашему большой губернатор большой земли. А в эту землю входили еще княжества, где были князья. Как-то вот так вот и происходило управление и административное отделение Тартарии. Маленькие области, где правили князья, соединялись в большие губернии под управлением царей. И так далее. Что мы знаем о войне Грозного с Западом? Это, как мы знаем, Ливонская война. То есть Грозный воевал с протестантами. Грозный с Западом встретился в Ливонской войне и воевал на своих западных и северо-западных границах. Сулейман воевал с Португалией и Испанией, а также литовцами и острицами. Теперь о смерти Сулеймана. Умер Сулейман в 1566 году. Умер либо погиб. То есть военно-походе в Венгрии под городом Сигитвар. Скорее всего, Грозный погиб или умер примерно в то же время. По исследованиям Носовского и Фоменко, время правления Грозного, они насчитали четыре царя. Вот, видимо, тот, кто под именем Иван Грозный, погиб в первый момент удара. То есть был нанесен удар и, как мы знаем по тактике, первые ракеты либо бомбы летят в сгустки войск, где и находится командующий. А потом они летят в города нужной инфраструктурой. То есть что-то произошло как-то вот в таком вот ракурсе. Судя из этого, сделаем вывод, что даты смерти Сулеймана и Грозного сходятся с нашим выводом о этом ударе в 70-е годы 16 века. То есть что Сулейман, что Грозный у нас допотопные правители. Это говорит о многом, что это правители тех, кто строил огромные мега-сооружения, чьи следы сейчас мы и находим. И образ Грозного, который рисуем мы себе в голове вокруг кремлевских палат, совершенно другой. Ну, где-то мы читаем отрывки того, что у Грозного даже роботы какие-то были. То есть это цари, губернаторы высокоразвитой цивилизации. Итак, что примерно произошло? Произошел удар оружием массового поражения. И очаги наибольших разрушений мы хорошо видим на глобусе, где эта территория имеет желтый цвет относительно стальной зеленой. Вот это вот места, видимо, наиболее густого заселения. Что мы видим? Подверглась Северная Африка, Ближний Восток, соответственно, Причерноморье. Причерноморские города и Средиземноморские города. Это мы уже рассматривали. Но это произошло еще до поднятия уровня воды. То есть там была основная цивилизация, особенно в Средиземноморье, Эрбинов. Что касается Причерноморья, об этом говорить еще рано. Но архитектура идентичная со Средиземноморской, Причерноморская. Но шрифт на мраморных плитах разный. В Средиземноморье это латынь, латинский язык, латинские буквы в Причерноморье это греческий. Пока относить Причерноморье к Эрбинам или Кариям мы не будем. Но по его разрушению тотальному, можно сделать вывод, что все-таки и близость его расположения к Средиземноморскому бассейну, что все-таки какую-то большую связь Причерноморье все-таки имела со Средиземноморьем. Потому что остальная часть, подвергнутая удару, это Средняя Азия и территория от Поволжья до Урала Евразии, они находятся немножко дальше. Этот вопрос мы будем с вами исследовать. Этот вопрос мы будем с вами исследовать дальше. Теперь попробуем заглянуть в европейские губернии Тартарии и областя. Как мы уже с вами поняли, что скорее всего современные Италия, Испания, Франция это территории небольших земель, где правили князья, а сами границы этих государств, это правления больших царей или королей, по их нему называющимися. Но все они были губернаторами и подчинялись Тартарии. Центр, как мы уже говорили, мятежа, европейского мятежа, исходил из Северной Африки. Сейчас в Северной Африке мы с вами видим одни развалины и от глаз Сахары, который выжиг всю эту территорию. Из европейской истории мы можем с вами реконструировать такое событие. Элиты Средиземноморья и Европы, видимо, были арийские, но под влиянием эрбинов, которые, скорее всего, находились в второстепенных ролях и зародившейся в среде эрбинов новой религии, не будем ее сейчас называть, которая разделилась на две ветви, произошел определенный сдвиг арийских элит под ее влиянием. Эта религия гарантировала закрепление власти по роду, а не ее выборность. Видимо, на это они и повелись. Начался европейский мятеж с появления таких правителей, как Гасбурги. В современной истории они считаются испанскими правителями, объединившими Испанию и часть европейских стран, типа Нидерландов, Австрии, где, в принципе, оставались их потомки править. Как пришли к власти Гасбурги? Кто я сейчас скажу? То есть, перетравив руководителей, губернаторов или князей таких областей, входящих потом в это государство Испания, типа Арагона, Кастилии, Валенсии, пришел такой Фердинанд, объединив эти земли. Объединял он их под флагом католицизма. В истории этот персонаж остался как Фердинанд II Арагонский. Итак, по данным современной истории, в 1504 году появилось первое европейское государство Испания под руководством Фридриха II Арагонского. Но, скорее всего, это государство называлось не Испания, а это и была Священная Римская империя. И столица ее была не Мадрид, а вот этот вот город в Алжире. Руины мы сейчас видим. И таких городов было, видимо, очень много. Может быть и не этот город, а тот город, который сейчас находится под водами Средиземного моря. Какие процессы тут же начались в Испании, Тиро-Иргимской империи? Началось преследование тартарской аристократии и приверженцев, видимо, ведической религии. Началась инквизиция. Тут тоже очень много хронологических сдвигов. И действительно, мы далее рассмотрим, что инквизиция началась именно в начале XVI века, а не в XIV и не в XIII. Что хотел сделать Фердинанд II? Под флагом католицизма его задачей было объединение Европы. Тут же в сферу его интересов попали Венеция, Австрия, Нидерланды. Начались военные походы. Что еще было экономической предпосылкой в делении Испании, Тиро-Иргимской империи? Скорее всего, эти области тартарии были непосредственно связаны с мореплаванием и пересечением Атлантики. И вся торговля с Новым Светом, так называемым, с Америкой, осуществлялась через эти области, в которых, видимо, скопились определенные капиталы, которые позволили профинансировать определенные круги, нанять армию для борьбы с правительством тартарским. Как это происходило, мы знаем из многих революций. То есть, где-то был финансовый источник. И финансовый источник был именно в каких-то кругах, строивших этот переворот. После Фердинанда следующим Гасбургом становится так называемый Карл V. Это тоже достаточно загадочная фигура. Кто-то его считает, наоборот, поборником тартарии. Но это все-таки Гасбург, и флаг католицизма понес дальше именно он. Карла V так и называли, самый могущественный человек в христианском мире. Это о многом говорит в пользу теории того, что все-таки Карл V и был самым главным католиком и реформатором Европы на тот момент. При Карле V процесс присоединения территорий под флагом католичества только усилился. Было окончательно присоединены Нидерланды, Австрия, определенные земли современной Германии. То есть, видимо, какие-то очаги, где ему удалось договориться с местной аристократией. На всех территориях, куда заходили католики, разгорались костры инквизиции. Шла борьба с населением, приверженцами тартарии. Туда попадала и аристократия, и простые люди. То есть, религия насаживалась огнем и мечом. Об этом мы все много читали. Как насаживалось христианство путем инквизиции в виде католицизма в Европе написано много книг. Вот это началось тогда. Далее, в 1529 году Папа Климент объявил Карла V защитником католической веры. Теперь начинается еще интересней. В 1543 году король якобы Франции Франциск I заключил мир для борьбы с этой католической империей Испания-священной римской империи с Сулейманом Великолепным. Почему французский в кавычках? В Франции тогда еще не существовало. Существовали провинции типа Савоя, Лангедока и всех остальных провинций. То есть, началась во Франции война за религию. Будет ли Франция католической, ведической или еще одно направление, появившееся в Европе, возьмет верх. Это протестанты. Но факт в том, что якобы французский король с Сулейманом Великолепным попытался навести порядок. Почему мы сделали вывод, что они были про-татарскими, то есть придерживались митрополии. Потому что Сулейман Великолепный, как ранее мы сделали вывод, вместе с Иваном Грозным, были все-таки, скорее всего, за Тартарию. Будем говорить проще. И что из этого вышло? Турецкий или портовский флот Сулеймана Великолепного начал действовать в Средиземном море. Началась осада Ниццы, которая занималась католиками. Вот вам и следы османского завоевания Европы. Сухопутная армия порты Турции шла, видимо, на соединение с армией Франциска I. Где эта армия у нас проходила, мы с вами знаем. То есть осада Вены и вот смерть Сулеймана Великолепного в Венгрии. Но теперь рассмотрим еще одно интересное явление в Европе. Появился еще один центр противостояния империи, митрополии и Тартарии. Появился так называемый протестантизм Мартина Лютера. Видимо, он был вызван несогласием населения с политикой католиков, инквизицией и чем-то еще. И несогласием также и с тартарскими порядками. И появился вот этот вот протестантизм на территориях, землях Германии современной. Германии тогда еще не было. Были опять же Бавария, Силезия, Пруссия. Германия не существовала. И причем восточная Германия, мы знаем по Клесову, вот эту границу между ГДР и ФРГ примерно, между Эрбинами и Ариями. Там жили на востоке от этой границы лютичи и вятичи, которых сейчас там нет. Кто-то их там потихоньку всех анимечил. Что дальше происходило в этой войне? Английский король Генрих VIII почему-то присоединился в войне против Франциска I, типа французского короля, к Карлу V. То есть Англия выступила на стороне католической Испании. И, видимо, он тоже присоединился к этому европейскому мятежу. Силы протестантов были еще разрозненные. И армию, видимо, они не собрали, а вели какой-то другой вид захвата власти. К слову, протестантизм отличается от католицизма, разрешившего передачу власти по наследству, еще и тем, что он разрешил судный процент. То есть это религия новых капиталистов и банкиров. Ну, далее итог войны мы с вами уже знаем. Был нанесен удар. То есть, видимо, войска Сулеймана Великолепного с якобы французским королем Франциском I начали теснить мятеж. Также хочу еще заметить принцип Карла V, чья власть, того и религия. Вот что они и несли. Как мы уже поняли, различие христианства и видизма, оно идеологическое. Как мы ранее, опять же, с вами говорили, что видизм это, в принципе, и есть демократия. Выборность руководителей, отсутствие, то есть выборность руководителей. А христианство закрепило власть по роду. А тут еще, повторюсь, протестанты разрешили судный процент. Представляете, что творилось в Европе того времени? Эти три силы сцепились друг с другом не на жизнь, а на смерть. Если бы не был нанесен удар, то, скорее всего, Тартария, как во времена Атилы, Батыя, навела бы порядок в Европе. Теперь к событиям дальнейшим. Очень интересна сама судьба Карла V. Якобы в 1558 году он отошел от дел и ушел в монастырь. Дата смерти его неизвестна. Неизвестна реально дата смерти такого исторического персонажа, как Карл V. Почему это могло случиться? Потому что столицей Карла V был какой-то город Северной Африки, который был уничтожен, видимо, ответным ударом и выжжен. Не осталось там, конечно же, никаких исторических документов. Якобы Карл V передал власть сыну Филиппу, испанскому королю, но больше никаких упоминаний о Священной Римской империи не существовало. Теперь еще интересные исторические моменты правления Карла V. Началась так называемая конкиста. В 1519 году, сразу же после прихода его к власти, произошел захват Мексики на противоположном континенте. Видимо, тоже являющийся частью Тартарии. Видимо, после этого захвата и началось ограбление тех территорий, пошли испанские галеоны с золотом для подпитки мятежной Европы. Также о проигрыше в войне этого Карла V с Франциском и Сулейманом Великолепным говорит о потере им территории Нидерландов, германских земель. Также с моря флот Сулеймана освободил территорию Юга Франции и практически всю Италию современную. В Европе священные римляне были загнаны на Пиренейский полуостров. Оставались небольшие очаги в Австрии, которые потом и были местами правления Гасбургов. Также про протестантское движение еще немножко расскажем. Против Карла V и продвигаемого им католицизма по Европе шли восстания. То есть восстания Мартина Лютера протестантского по ведению протестанства, а также кальвинисты в Нидерландах и в Англии. На сегодняшний момент мы и видим Германию и Англию и Нидерланды, а также Скандинавию как протестантов. Понятно, что эти восстания не несли реставрацию Тартарии и Ведизма, это была просто иной третьей силой. Скорее всего под руководством вновь зарождавшихся капиталистов. К слову, первые капиталистические революции произошли в Англии и там пришли к власти капиталисты, подвинув аристократию. Но что католическая партия, что протестантская равна боролась с остатками Тартарии. Почему так происходило, мы рассмотрим дальше. Чем была ненавистна им тартарская власть метрополия. Также, к слову, хочу заметить, что происходило в этой войне на самой территории Франции. Видимо, под влиянием пятой колонны, как сейчас любят говорить, а в основном это была просто война партии внутри Франции. Там партии католические, про-испанские, про-римско-имперские были, видимо, тоже сильные. И в момент до нанесения удара в самой, на территории будущей Франции началась гражданская война между католиками, ведистами и протестантами. В результате этой гражданской войны все-таки произошла смена правящих династий, как мы сейчас это знаем. Но, видимо, католическая партия победила и вместо Валуа пришли бурбоны католические. То есть, в самой Франции тоже произошел католический переворот. Но, видимо, он был для войны не особо критичный, потому что войска Сулеймана все ближе подходили к центру Европы. В общем, окончательно Франция стала католической только уже после применения оружия массового поражения, после первого удара. Теперь основной вопрос. Кто и где нажал кнопку? Но здесь могут быть только эмпирические домыслы. Скорее всего, нажали кнопку все-таки эрбины, европейские, и первичный удар был нанесен по Тартарии. Тартария, соответственно, ответила по тому месту, откуда был нанесен удар. Вот мы и видим глаз Сахары посредине пустыни Сахары и выжженную Северную Африку с Ближним Востоком. Правильно ли сделала Тартария или нет, это вопрос дальнейших исследований. Но мы видим реальный обмен вот этими вот ударами. Вот еще раз фото большого города в Алжире, видимо, со столичной инфраструктурой и архитектурой. Почему был нанесен удар по Америке, это вопрос опять дальнейшего исследования. Про Америку надо делать вообще отдельную серию фильмов. Мы пока туда не заходим, мы видим только конкисту при Карле V, то есть восстание так называемое европейское против Тартарии перекинулось в виде захвата и ограбления Мексики, вот этой священной восставшей Римской империи. Но удар по Америке по следам, оставленным в пустынях, таким же количеством ядерных воронок, круглых озер, конечно же, очевиден. Война, видимо, была очень разрушительная, погибло огромное количество населения, видимо, наиболее значимое основное количество населений. И жители остались только вот в Европе и на русской равнине, в смысле в Западной и Восточной Европе. Конечно же, их подкосила чума, голод и изменение климата в виде ядерной зимы, не урожай, но население выжило. Это подстреленное во время этого удара ФАТА. То есть, последствиями этого удара мы видим вот эти вот разрушения огромных территорий. Но смысл в том, что потопа еще не произошло, а в потоп погибла тоже огромная часть населения. То есть, примерная грубая реконструкция событий до удара нами рассказана. Силы, которые противодействовали друг другу в Европе и Северной Африке, мы тоже назвали. Также, что мы знаем еще о процессе, происходящем в Европе из многочисленных источников. В Европе этот процесс назывался чуть ли не национально освободительным. То есть, он делался, как и Октябрьская революция, на поднятии населения против закорузлой, закостеневшей тартарии. Выходила куча литературы, где рисовались карикатуры на тартар. А русский язык объявлялся каким-то старомодным. Вводились более новые языки. То есть, процесс реформации, то есть, процесс вот этого европейского восстания происходил еще и со смены языков, кроме смены религии и уклада жизни. В завершении нашего фильма хочется сказать следующее, что хронология этих событий будет нами далее подкорректирована. Хронологические сдвиги мы попытаемся вычислить. Разумеется, что годы 1570-й, смерть, начало удара правления Ивана Грозного, они не соответствуют действительности. Мы сейчас проводим работу по поиску этого хронологического сдвига. И, скорее всего, этот сдвиг будет примерно на 100 лет вперед. А также еще хочется развеять образ, который рисуется в умах людей до сих пор о происходящих тогда событиях. Представьте это общество технологично. Представьте Ивана Грозного, летающего на каком-нибудь Вимана. Представьте электричество. И картина будет совершенно другая. А, скорее всего, оно было так. По наличию ядерного оружия, по наличию вот таких вот строений, которые сейчас построить не могут. Об этом писали многие альтернативные историки. То есть, образ того времени совершенно другой. До свидания. Смотрите наш канал. Ждите следующей восьмой части нашего фильма.